здравствуйте друзья в этом ролике вы услышите как бедная несчастная сотрудница банка пытается выкручиваться из ситуации которую сама себе создала начав обманывать человека ну потому что человек оказался подкованной эрудированной да и в принципе уверены в себе итак слушаем слушалась какой-то спал банк пока открытия для олегович совершенно верно слушалась позвонил за полу ваш потребительского кредита не дайте иван александр и напад уже совершили по кредиту который не получается никак то есть на эту неделю от вас оплата поступит в банк ничего не получается все очень тяжело так выходить из этой ситуации у вас просрочка надо мной 24 дня ну кушать то что у вас причины не оплаты не только у меня многих такие причины работа не работается денег не платится не воровать жмите на подработку устраивать у нас существует кзот 8 часов больше нельзя работать даже запрещено законом человеку работать более мне нравится то что ничего есть человек хочет работать получать хорошие деньги то он работает скажите а для чего а подождите а для чего это устраиваться на другую работу либо перезанимать чтобы еще могли обеспечивать себя чтобы не себя я обеспечиваю нормально вы тут зря беспокойтесь обеспечить на данный момент то что почему тогда банк оплаты не производите потому что я на первом месте у себя я же нормальный человек не идет банк коммерческая структура амбиции коммерческой структуры нет такого словосочетания нарушайте обязанности не соблюдаете какие-то игнорируете свои обязанности так вы не соблюдаете их ну а чё говорить не нарушает я не утверждаю что это ну ну нет но вы пострадавшая сторона получается вы пострадавшая сторона что вам остается когда вам были нужны были деньги вам банк так у банка денег банка у банка народных денег господи банк для банка деньги это товар это для нас средства для существования вот вам банк платит зарплату вы ее на себя тратите вы сами скажете банк же я же не к соседу пошел вы себя обеспечиваете хорошо значит у вас тоже есть деньги при чем вы здесь банк сравниваете ну я правильно я девушка дорогая моя я объясняю почему вы перебиваете ну где элементарная этика я попытался ответить на ваш вопрос а вы меня перебиваете обеспеченный человек и не стесняйся как это ну я пытался сказать ответить более того на ваш вопрос а вы начали со своими аргументами а это же неправильно это эти этика разговора вас же учить должны в школ-центре работаете но то что вы тоже перебивали с самого начала я вам тоже говорила нет ни разу я не перебил прослушайте вашу запись я вас выслушивал отвечал на ваши вопросы когда начал в очередной раз отвечать на вопрос на ваш но вам не понравились мои ответы вы стали меня перебивать логика понятна получается по инструкции не выйдет разговаривать ваши там методички или что там у вас скрипт да они будут рушиться нет вы мне объясните почему зачем зачем я буду перерабатываться для чего если вы мне объясните дадите четкий конкретный взвешенный аргумент я завтра же побегу и сделаю это то есть вам значит на кредит вам наплевать я понимаю нет я понимаю что вы сейчас давайте не будем чепуху говорить у меня родственник мой понимаете вот на тот момент когда я у вас был брал кредит мой родственник ближайший ближайший родственник мой брат был по уши должен во все банки возможные во всем фошки мне совершенно спокойно позвонили из банка даже не то что я сам туда пошел позвонили потом приехал какой-то курьер и там вручил мне там анкеты я заполнил его в машине знаете я же не идет от денег отказываться и дал мне эти деньги буквально он дал да банка вы говорите родственник в этот момент мой родной брат с такой же фамилией был должен кучу везде причем сотовый телефон на который вы сейчас звоните оформлен на моего брата и вот зачем вы говорите чепуху заведомую как это у меня есть у меня не ну отдавайте в бк и но это не значит что мои родственники не смогут брать кредит хотя в принципе я очень бы хотел чтобы они не брали кредиты потому что нужно уметь жить по средствам ну понятно но нет понятно человеку не дать который там не хорошим статусе находится но родственники его не страдают это вас кто-то обманул жестоко ну как же ну я же вам объясняю что мой родной брат должен везде был по уши а мне дали спокойно кредит это не значит тоже что со всеми так же будет да глупость да потому что у меня есть четкие примеры не только это и не только этот пример как это пример а жена моего брата супруга моего брата родная супруга ну то есть у вас по вашей логике то есть значит можно брать кредит за него и оплату да нет это я вашу логику пытаюсь разрушить вы утверждаете то что чего на самом деле не существует а я пытаюсь вам аргументированно скажите кредит не надо оплачивать никогда еще по жизни я вам вот что скажу кредит оплачивать нужно но если это мешает человеку жить то на основании второй статьи конституции российской федерации в ней четко конкретно написано что честь и достоинство гражданина является приоритетной частью высшей ценностью государства понимаете а амбиции коммерческого учреждения во второй статье конституции вообще никаким образом не звучат и у нас нет ни долговой тюрьмы ни уголовной ответственности я должен вывод сделать что в принципе это приоритеты ставить не нужно не нужно приоритеты ставить я должен в первую очередь себя содержать и только потом реагировать на какие-то претензии понимаете бывают люди всю жизнь себя не могут содержать и что значит они не должны оплату производить ваша логика тогда значит так нет мы сейчас о ком говорим о других людях или что понимаете в нашей стране в нашей стране люди это стадо которое просто запуганное банкирами и статусе должника им тяжело и они думают что нужно отдавать последнее если вы считаете людей за стадо то это ваша точка ну я ж да я не утверждаю что это если вы понимаете если бы таких людей с таким вот мышлением было больше то стадо было бы меньше я вот себя к этому стадо не причисляю да вот вам попался может быть за один день за весь ваш рабочий день один такой человек спокойный реагирующий спокойно на то что у него есть долг таких конечно очень мало все остальные испугались вот этими вашими мотивациями там не могут взять там родственники ну ерунду вот это что вы наговорили мне что родственники не могут взять еще скажите что меня на работу нигде не примут я не ерунду говорю если вы считаете что у вас это тигня то в принципе ну подходите выражайтесь так пускай для вас это будет тигня на данный момент нет ну почему нет ну девушка ну дорогая моя ну аргументируйте хоть одно свое слово если вы говорите то что на данный момент то что на кредит надо оплачивать тогда к вам вопрос почему да я не говорю я не отказываюсь что его не надо я не утверждаю что его не нужно оплачивать я говорю другое что нельзя в приоритет его ставить что должен человек спокойно вкусно кушать правильно не фастфудом питаться не лапшой отравленной а нормальный себе фрукты овощи покупать мясо желательно парное молоко отдыхать ездить а этим временем а этим временем а этим временем Дмитрий Анатольевич Медведев должен обеспечить людям нормальный уровень жизни он премьер-министр нашей страны и нет он должен нет он должен он председатель правительства и не брать кредиты и хорошо питаться значит это вы сами должны для этого все постараться сделать кто должен условия создать наши с вами избранники слуги народа президент его управляющий аппарат чтобы что-то сделать и жить хорошо для начала вам нужно потрудиться так нет вы же вы не заблуждайтесь я то живу хорошо я вам слово хоть сказал что мне плохо живется ну так если вы живете хорошо почему вы кредиты не оплачиваете да потому что нет у меня возможности понимаете у меня нет излишков у меня нет излишков вот и все а почему тогда они у вас раньше были ну извините за выражение было лучше как вы сказали фигово стало сейчас ну фигово то банку стало не мне понимаете у меня когда убавился заработок я так сказал нет банк подождет ну король на данный момент вы вас оплатить не собираетесь даже по принципу да 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 вы хотите больше денег но для этого принципа ничего не делаете вы не хотите банку оплату производить не не я хочу больше делать что-то ну понимаете хотя вы хорошо питаетесь у вас все хорошо вы хорошо одеваете вы обеспеченный человек а что в этом плохого скажите что вы мне это в упрек ставите ну я думаю что вы банка не производите оплаты что вы как а что в этом плохого ну коммерческая структура зарегистрированная за границей имеющая иностранный капитал пользующаяся деньгами как товаром высшее звено банка вот ваши руководители непосредственно живут в шикарных особняках ну наплевать на банк мне конечно вы думаете я испугаюсь это заявить для чего для чего вы тогда брали кредит для того ну понимаете на неотложные нужды было написано так если у вас было все так хорошо для чего вы тогда брали кредит на тот момент мне нужны были деньги понимаете звонок на телефон звонит сотрудник банка вам предварительно одобрено где вам удобнее ознакомиться с условиями и окончательные там данные себе дать я говорю я блин бла-бла-бла мы можем к вам подъехать вы подъезжаете подъезжает тип и совершенно спокойно мне дает какие-то там условия почитал о нормально после этого говорит придете карту заберете я беру карту там уже деньги я что идиот от денег отказываться ну не знаю кто к вам подъезжает обычно вообще-то оформляют кредиты в банке лично нет конечно нет естественно основные фикси уже окончательные документы уже естественно в банке были подписаны а вот это вот предложение от банка я не навязывался ну не выдержала ее психика друзья видимо а может быть аппаратура и банковская не выдержала все-таки 10 минут это для них много это вообще мимо регламента у них по регламенту 3 минуты на должника представьте сколько они за сутки могут обзвонить бедных и частных людей и она же там не одна сидит их там целый отдел ну здесь понятно что скорее всего с банка звонок был у него самого история с этим банком открытия было я вам напомню кто не знает кто недавно у нас на канале я действительно там брал деньги около 350 тысяч в сумму долга была записана 420 тысяч там вот эта великолепная страховка в итоге я им отдал почти 500 и что называется все забил на это дело да и при проведении грамотной досудебной работы банк вообще оставил меня в покое и даже нет искового производства но единственное что сейчас коллекторы работают в этом отношении но это нас с вами только подзадоривает забавляет и добавляет нам контента на наш канал который вы слышали вы наверняка слышали мои собственные ролики как мне собственно звонят коллекторы ну ладно если вы не понимаете как можно так себя вести на каком основании так можно себя вести я вам порекомендую подписаться на наш канал и посмотреть хотя бы ну не знаю десяток может больше если понравится роликов и вы уже начнете более или менее ориентироваться в ситуации ну во всяком случае я вам гарантирую что вы начнете задумываться если вы до этого момента не представляли себе как можно не платить в банк а точнее чувствовали себя жертвой то вот это вот ваше состояние жертвы начнет шататься пошатываться постепенно разрушаться если вы проявите интерес и будете следить вообще за всем что происходит на нашем канале то я вам гарантирую вот этот вот нерушимый колосс который создали с вашей же помощью эти банкиры у вас в голове он рассыпется как ну действительно тот самый колосс в этом древнегреческом мифе на части и следа от него не останется ну вот я вам гарантирую так произошло уже со многими не верите в описании этого и любого другого ролика есть ссылка на наш сайт на сайте выложен ролик как устроена работа специалистов компании Алиан и здесь я вам рекомендую послушать посмотреть потому что это полноценное видео где руководитель компании Алиан рассказывает как работают специалисты юридического центра компании для того чтобы привести клиентов к комфортному платежу либо создать условия когда банку будет выгодно отказаться от претензий и естественно вы уже тогда начнете еще больше разбираться и понимать потому что презентация составлена как раз таки с учетом того что смотреть ее будут люди без каких-либо юридических образований как вариант то бишь люди желающие ну как минимум стать нашим клиентом либо самостоятельно вникнуть в ситуацию и задуматься именно на это не только это видео рассчитано а вообще весь наш канал и наш канал рассчитан на то чтобы люди наконец-то стали задумываться и как можно больше и чаще поэтому я призываю не лениться ставить лайки дело в том что каждый лайк учитывает система youtube еще выше продвигает наши ролики сама их рекламирует и так далее но если вы поделитесь в соцсетях это не сложно сделать сами понимаете нашими роликами нашей ссылкой на любой из этих роликов то вы значительно поможете вот этому доброму делу которое собственно говоря пытается делать компания Алиам группа ВКонтакте существует у нас ссылочка на нее в описании этого любого другого ролика пожалуйста посмотрите вступайте в группу там все наши ролики тублируются ну а с вами был Кузнецов Дмитрий я желаю вам счастья здоровья финансового благополучия спокойствия и финансового здоровья до свидания друзья мои всего вам хорошего пока пока укроп ну а пока Субтитры создавал DimaTorzok